Это их рук дело. Бойцы строя отрядов заливали бетонный пол, устанавливали стяжки. Сегодня начали выкладывать плиткой территорию. Работы много и успеть все сделать надо за один месяц. 1 сентября у ребят начинаются занятия. По учебе не скучаются, зато тоскуют по тяжелой работе. Так уж исторически сложилось. Строя отряды это в первую очередь романтика. Отрядная романтика. Посидеть у костра, песни попеть. Все вместе. Это интересно. Но не только это привлекает ребят. За работу бойцы получают неплохую зарплату. От 20 тысяч рублей в месяц и больше. Зависит от сложности объекта. Идея привлечь стройотряд к строительству Ледового дворца возникла спонтанно. Работодатели решили, что алтайские ребята справятся не хуже приезжих строителей. И не прогадали. Студенты это у нас, скажем так, основной прорыв. Мы увидели в них этим летом. То есть это основная движущая рабочая сила. И мне очень нравится с ними работать. Экологический отряд «Зеленая волна» занимается благоустройством Барнаула. Приводит его в порядок ко дню города. Эти три клумбы ребята проектировали сами. Дизайн, цвет, фактура. За два дня в Ленинском районе появились три новых цветочных композиции. В этом году почти 50% бойцов работают на благо Алтайского края. Вторая половина трудится на стратегических объектах федерального значения. На таких ключевых объектах нашей страны это космодром Восточный в Амурской области, космодром Плесецк в Архангельской области. Работают на объектах нефтегазосектора нашего севера страны. Это полуостров Ямал. Впрочем, объекты особой важности есть и в Барнауле. Например, на строительство перинатального центра работают уже опытные стройотрядовцы. Те ребята, которые здесь работают, они уже прошли этапы федеральных строек. Они работали у нас и на космодроме Восточный. Уже совсем скоро Ледовый дворец станет как на картинке. Сюда переедут тренироваться хоккеисты клуба «Динамо». Может быть, к их скорым победам причастны и те, кто уже сегодня не жалеет сил строить будущее. Татьяна Гладкова, Николай Шилко, информационный канал «Город».